всем добрый день это светлана и так хочу показать вам сегодня вот такой красивый уже бутон у своей котлеи он имеет около 7 сантиметров в длину очертания и окрас уже вот видны четко также у нас красиво появился вот такой красивый рост пятнистость кстати не знаю от чего он стоит вообще растет как вы видите в противоположную сторону от цвета скорее всего это особенность этой котлеи и указывает на то какой будет у нее окрас яркий у цветков активный рост корней у нас растет она мне в системе 3 6 часов в воде и 5 дней без воды на подоконнике достаточно тепло все лето было конечно же весну осень у нас всегда было тепло дома в принципе не так холодно самая минимальная температура которая была когда-то это 18 градусов сейчас у нас на градуснике это около 21 вот можно видеть здесь также гигрометр мой стоит это внизу 65 процентов влажности 18 9 почему потому что здесь все-таки прохладней вода холодная ну и соответственно температура идет от этого и здесь у меня второй красавец который вот так уже прорезал как вы видите чехол даже красавица красавица орхидея котлея которая тоже будет свистеть это мое домашнее цветение у нее будет два бутона уже четко их видно у той один потому как это было не моя не было мы не было моя заслуга а заслуга теплицы и того что она пришла ко мне с двумя бутонами и чехлами это конечно было здорово что они так постарались но от того что она испытала стресс я думаю скорее всего изменение температуры и ухода вообще как такового она засушила чехол много было солнца прямого опять же могло также сыграть свою роль так что вот не удержалась я решила вам показать еще до того как они распустятся и дальше будут конечно же уже в другой комнате температура влажность покажу вам и пересадка мы их наконец-то стан хобби в те корзинки которые я купила и так в продолжении градусов и влажности эта комната где основной стеллаж мой и основная так скажем коллекция моих цветов у нас сейчас 20 градусов и 1 и 65 процентов влажности как я уже говорила она варьируется меня от 50 до 90 при влажной погоде на улице я открываю окна я уже говорила также здесь подоконников практически всегда я все это убираю ну и открываю на проветривание что хочу сказать сейчас у нас сегодня первый раз далее отопление поэтому я уверена что температура будет выше уже сегодня завтра но на улице не так холодно не еще не зима конечно но минус 1 сегодня вроде как говорили был ночью дома в принципе не холодно это наша нормальная температура мы ее очень любим они любим очень сильную жару и растения кстати также они могут выдержать 16 градусов везде написано об этом но умной уже даже и проверено что 16 градусов они могут выдержать минимальная температура конечно в доме мне не было такой а была 18 но они все живы в этой системе и все с ними в порядке вазочки мне уже придется мыть после этого недели так как я и буду с удобрением поливать так что вот кому было интересно сегодня у нас 26 число я соединив видео с котлеи с пересадкой своих станхопий и также сейчас около 11 30 26 это октября 17 года итак мои станхопии сегодня я их пересажу по большей части это будет мох и немножко коры показываю здесь как они у меня посажены были в кору и плюс здесь был пенопласт который был ограждение между их корневой для того чтобы легче было потом рассоединить вот видите даже видно был осмокот он еще даже есть вот он даже до конца еще не растворился они были пересажены кажется весной если я правильно помню и очень даже хорошо росли новый рост у нас большой крепкий сильный вот здесь малюсинке не знаю почему такой вышел из старой бульбы и у еще одной тоже такой вот взрослый красивый большой рост корневая конечно же у них суперская я подкапывала тут немножко смотрела не корешки новые здесь у нас они вообще просматриваются через волокно также вытащила беленькое такое так что постепенно сейчас буду вам показывать как я буду их пересаживать волокно и также растелю и выстелю вот такую вот картинку волокном вернее и затем буду постепенно усаживать и засыпать посмотрим но я читала и смотрела больше по большей части видео где говорилось что все таки станхопии лучше растут во мхе поэтому я решила что будет больше мха чем коры и влажность будет соответственно в корнях совсем другая они висят у меня на окне там очень тепло солнце всегда прямое поэтому я очень надеюсь на цветение в ближайшем будущем хочу вам показать корни и то что то в чем вернее росли мои станхопии вот это корневая осиденсис с новым ростом очень красивый рост его можно видеть корни красивые и она настолько большая что мне сюда она не помещается мне придется ее посадить снова в эту железную вазочку или корзиночку естественно будет с волокном но более тоненьким слоем вот видите здесь была в основном кора где даже мхата практически не было могут немножко буквально на корнях он боль бы даже внутри то есть они как-то снизу росли я вообще не понимаю почему она так разделялась но это я такую и получила а это еще одна красотка тоже с хорошей корневой видите мог в основном у меня был сбоку и камху они все вот прям приросли а смоку также вытряхну немножко и добавлю свеженький ну она у меня помещается относительно конечно но помещается в корзинку я его к правому краю как бы прицеплю попробую ну и посмотрим цветонос если появится куда он направится как будет буду наблюдать и подкапывать чуть чуть выше сделаю специально чтобы увидеть этот момент и не упустить и уже вам покажу конечный результат моей высадки или посадки станхопий вот так выглядят теперь мои станхопии для этой красотки мне придется купить вот такую же корзинку или такой железный каркасик с кокосом волокном потому как корзинка все-таки это мало мало но пока временно она здесь побудет надеюсь до весны мы выдержим я прикуплюсь если получится даже зимой я пересажу как я уже говорила мне без разницы сезон главное чтобы растению было удобно расти и было куда здесь у нас есть еще один рост он сильно получается теперь заглублен они немножко не ровно росли видимо у хозяина и у меня также вот пришлось его и посадить чтобы для того роста было свободное пространство потому как если я увижу вдруг здесь цветонос чему я буду очень безумно рада но не хочется чтобы он здесь уперся препятствием этой корзинки поэтому если он пойдет на верхности будет просто суперский если нет мне придется ее в срочном порядке пересаживать снова мох я старалась не сильно утрамбовывать там немного есть коры вот здесь чуть больше коры чем здесь здесь вообще практически один мох поэтому так как вышло так уж получилось постаралась по максимуму осмокот добавила на это можно сказать горсточку так рассыпала снизу и также добавила сверху после укладки уже последнего слоя мха и здесь тоже самое сначала снизу мох немножко осмокота опять мох чуть-чуть осмокота и здесь совсем просто мох здесь сверху осмокота нет то есть он в основном здесь внутри эти это я буду замачивать скорее всего пока нет у нас никаких видимых намеков на цветонос а это буду проливать как делала до сих пор ну вот так они будут выглядеть и расти будут также висеть на южном окне в этой комнате где стеллажи спасибо всем большое за просмотр пишите свои вопросы задавайте если есть буду отвечать всем пока пока